Упрекая друга наедине, хвалив публично. Привет, Даша. Последнее видео из цикла «История моего рода». Я буду рассказывать о своих белорусских корнях. Моя прабабушка забыла в девичестве по Рану Дакия Павловну, ухожая в род Лопатиных, через брак с моим дедушкой. Она хоть и родилась в Сибири, но зато ее родители являются с переселенцами из Белоруссии. Переселиться они в начале XX века в самом. Я, разумеется, делала запрос. Дело в том, что переселиться они в Сибирь, в деревню Львовка. Теперь это Краснодарский край, тогда была Томская область. Я, конечно, запросила в Томском архиве информацию всех переселенцев того времени под фамилией Баранов. И мне прислали этот перечень. Среди них под роль моего прадеда подходят два человека. Я же знаю только фамилию и имя. Один из них был ватюшки Гнадьевич, другой Петрович. К сожалению, несохраненность данных о датах рождения и месте рождения и обоих из них. И известно только, что они из Минска приехали. Но это не значит, что они там и жили. Они бы просто туда могли приехать, чтобы дали исследовать уже Россию. Я, конечно, попытаюсь в будущем связаться с минусинским архивом, но я не знаю, как общаются с зарубежными архивами. Это у меня еще впереди этот опыт. Совершенно недавно стало, кстати, известно. Мой дядя, сын Идакии Павловны, моей бабушке, вспомнил внезапно, что Павел, отец Идакии, Павел Баранов в 20-е годы, 20-е века, в начале 20-х годов, был призван на гражданскую войну. Так с ней не вернулся совсем скоро. После этого он погибнет в Томской области, то есть в той же области, где и проживал. И я не знаю, мы не знаем ни в каком зонване он там был, ни года гибели, не говоря уже точной дате, ни причины, просто вот что-то в Томской области где-то. И мне дядя в письме написал так красиво, о том, что мой же папенька, он учился в Томске государственном, и когда он бывал на учёбу, ему дали партийное задание, семья, чтобы он нашёл информацию о его дедушке, получается, ему-то он дедушкой приходится. ему не удалось, и мне дядя так красиво написал, надеясь, что то, что не удалось отцу, удастся его дочери. Я, конечно, не положу всей силе, но я очень сомневаюсь, что у меня получится, потому что всё, что мне известно, это место призыва, фамилия и имя. Я, какая там точная дата, даже года его рождения, не знаю. И, конечно, искать человека просто по фамилии и имени, это неразумно, потому что адафамильцев очень много на Земле существует, и даже в одном узком каком-то населённом пункте в том числе. Собственно, это всё, что мне было известно о семье Барановых. Я даже не знаю, родители иудоки, иудоки, мои бабушки, они поженились и нашли додогу уже здесь, в Сибири, или ещё там, в Белоруссии. Ещё подведём небольшой такой итог всем моим изысканием. То есть мы выяснили, что среди моих предков были работники ГУЛАГа, сосланные, репрессированные, ясновидящие целители, партизаны и расстрельные, русские и белорусские. То есть и, оказывается, была целая линия, где рождались только близнецы по мужской линии у Поляковых, чего я не знала, пока не занялась родословной. То есть столько всего было узнано, всё это очень интересно. Я напоминаю, что ключевые фамилии, по которым ведётся поиск, вообще их свыше 30, но самые ключевые – это Лопатины, Тропины, Барановы, Шедрины, Поляковы. Ох, кого-то я забыла, очевидное сердце. В общем, это многие фамилии. И если кто-то услышал не чужую фамилию, есть какая-то информация об своих предках, то пишите мне, кто знает, может, мы родственники. Я так однажды нашла свою пятиюродную сестру, в которой мы в пятом колене, и родственники у нашего общего предка. Стефана было два брата родные, и от одного брата пошла моя родословная, от другого – её. То есть в этом всё может быть. Даже если вы живёте где-то на краю другого света, люди – не деревья, они могут передвигаться. На этом вот так. Не забывайте своих корней. Пока.